Ровно в 8 часов утра в районе открыли все избирательные участки и члены комиссии приступили к работе. В городском поселении 14 сентября жителям предстояло выбрать депутатов совета третьего созыва. В числе первых, кто решил проявить гражданскую позицию – мэр Алексей Матыченко. Его избирательный участок расположен в средней школе номер 2. Сделав свой выбор и опустив бюллетень в урну, глава города отметил, представительные исполнительные власти последние пять лет выполняли общие задачи, направлены на то, чтобы сделать жизнь горожан лучше. На ближайшие пять лет мы должны избрать законодательную власть города, которая нам будет определять наши цели, задачи, позиции, утверждать бюджет. Без депутатского корпуса исполнительная власть работать не может, потому что сегодня все вопросы только с решения Совета депутатов. Тогда мы принимаемся их исполнять. И вот если эта команда, я убежден, она будет горожанами определена верно, значит, отсюда так пойдут и наши дела. Как отмечали члены избирательной комиссии, выборы проходили в спокойной атмосфере. Лобинцы знают всех кандидатов, поэтому в выборе были уверены. От новой власти они ждут продолжения благоустройства города, надеются также на более внимательное отношение к социальным вопросам, в том числе и спорту. Мы выберем достойных людей, что у нас изменится в городе жизнь, изменится в лучшую сторону, появятся для молодежи рабочие места, что для пожилых людей будут места отдыха. Город красивый, но чтобы отремонтировали дороги, хочется, и больше яркости. Я думаю, что члены Совета будут достойными. Я всегда хожу на выборы, считаю, что это мой гражданский долг. Я проволосал за тех, кого я хорошо знаю, кого я верю, что они что-то могут сделать. Вот конкретно я надеюсь, что они сделают все это в области спорта, особенно детского. Я думаю, что местные выборы, они, наоборот, более, может быть, даже важны для молодежи, для работоспособного населения, потому что в надежде на лучшие изменения в районе, на то, что действительно наш город в дальнейшем будет процветать. Активность избирателей была отмечена и на участке 29-15. Горожане ответственно отнеслись к местным выборам, голосовать шли семьями. Первые пришли, конечно, работники, как сферы по уборке домов, дворники пришли, рыболовы пришли. Ну, в общем, люди идут, потому что, ну, наш участок активный в этом вопросе. Все, ну, законопослушные граждане голосуют хорошо. Мы пришли с утра пораньше, чтобы отдать свой долг, чтобы выбрать ребят достойных. Мы их знаем хорошо, мы здесь живем очень давно. В 9 часов на участок сделать свой выбор пришел глава района. Александра Сачикова приветствовали представители правоохранительных органов. Кстати, в этот день полицейские несли джезурство на всех пунктах, где было организовано голосование. Глава в первую очередь всех поздравил с выборами местной власти и пообщался с членами комиссии. Его интересовало, как проходит голосование, каково настроение горожан. В свою очередь, члены УИК поздравили главу. Уже 30 лет его деятельность связана с Лобинским районом. Из них 14, Александр Сачиков является бессменным руководителем муниципального образования. За этот период произошло много событий. Территория активно развивается. И сегодня район находится в числе лидеров в крае по многим показателям. Я хочу сказать слова благодарности людям, с которыми я отработал все это время, с которыми шли мы вместе. Среди них есть выдающиеся личности. Это люди-созидатели, которые много делали по укреплению района, по его становлению. И сегодня это достаточно сильный, мощный район, занимающий достойное место среди районов Краснодарского края. За это хочется всех поблагодарить. И сказать, что процесс созидания в Лобинском районе, он должен и дальше идти. Ну а сегодня хочется поздравить всех с выборами. Сказать, чтобы выбрали достойных кандидатов, потому что депутатский корпус дальше будет определять всю жизнь основную законодательную района. С утра проголосовать на участок пришел Владимир Михайлов. Сейчас он является депутатом законодательного собрания края, но прописан он в Лобинске, и будущее города ему не безразлично. Мы понимаем, что это демократическая норма, которая состоит из двух частей. И какая из них важнее, трудно сказать. Во-первых, заканчивается период предыдущих представителей. И новые представители, выходя на выборы, объявляют свою программу, исходя из пожеланий горожан, из того, что беспокоит людей, и в этой связи, конечно же, они дают наказы, которые в итоге потом сформируют будущую политику развития нашего города. Ну и естественно, конечно же, мы как жители города, доверяя свое представительство в органах местной власти, конечно же, хотим, чтобы наши пожелания были услышаны, и наша жизнь менялась к лучшему. Своих избирателей гостеприимно встречал участок 29-10, он расположен в восьмой школе. Отдать свой голос выбранным кандидатам депутаты шли и молодежь, и старшее поколение. И те, и другие от этих выборов ждут перемен к лучшему. Чтобы охватить весь лекторат, на участках организованы передвижные урны, которые привезут тем, кто самостоятельно прийти на участок не может. У нас были разнесены приглашения, извещения, все улицы пройдены, всех людей посетили, всем объявили, куда прийти, как прийти, когда прийти. Досрочно проголосовало 18 человек, досрочное голосование было 18 человек. Люди шли с настроением, пока все у нас в порядке, хорошо. Мы надеемся, что выборы закончатся с хорошим процентом. В числе активных избирателей Иван Артеменко, депутат законодательного собрания края, считает, Лобинский район – родной дом для 60-тысячного населения. И во многом от самих жителей зависит их благополучие. А краевая власть поддержит любое начинание. Сегодня знаковые выборы. Почему? Потому что внесены изменения в закон о местном самоуправлении, и федерация делегирует как можно больше полномочий вниз, чтобы многие вопросы местного значения именно решались не из краевого центра или из федерации, а именно на местах. Поэтому в связи с этим мы будем вносить соответствующие изменения в закон о межбюджетных отношениях, закон о бюджетном процессе. То есть все нормативные документы, которые позволят усилить значимость местной власти на местах. Поэтому думаю, что избранный сегодня депутатский корпус будет иметь больше прав и возможностей повлиять на ситуацию в каждом населенном пункте, в каждом сельском, городском округе. Но думаю, что действительно пришло время перемен. Я хотел бы пожелать всем удачи, благополучия, здоровья и процветания. На многих избирательных участках организаторы постарались создать праздничную атмосферу. Жители Лобинска могли не только проголосовать, но и посмотреть развлекательную программу. В единый день голосования активность избирателей на выборах в городском поселении составила более 47%. Новый совет депутатов определён. В его состав вошло 34 депутата, половина избранных впервые.